Московия украла историю Киевской Руси, Украины. По материалам доклада доктора исторических наук Ярослава Дашкевича. Часть первая. Создавая сильное независимое государство, украинцы должны пересмотреть и уточнить свою историю, основываясь на правде, достоверных фактах и исторических событиях. Находясь на протяжении веков под властью завоевателей, украинцы фактически были лишены возможности влияния на формирование национального сознания и развитие истории, в результате чего история Украины написана преимущественно в угоду завоевателям. Особо спорным является вопрос о претензиях и притязаниях Московии, а в дальнейшем России, на историческое наследие Киевской Руси. В романе-исследовании Владимира Белинского «Страна Максель» сообщаются факты, почерпнутые из исторических источников, преимущественно российских, что свидетельствует о коренном искажении истории Российской империи, направленном на создание исторической мифологии о том, что Московия и Киевская Русь имеют общие исторические корни, и Московия имеет наследственные права на Русь. Обычное мошенничество московитов, присвоивших себе прошлое Великого Киевского княжества и его народа, нанесло страшный удар по украинскому этносу. Теперь задача состоит в том, чтобы на основании правдивых фактов раскрыть лживость и аморальность московской мифологии. Рассмотрим основные вопросы этой проблемы. Московские, а позднее русские цари понимали, что без великого прошлого невозможно создать великую нацию, великую империю. Для этого нужно было приукрасить свое историческое прошлое и даже присвоить чужое. Поэтому московскими царями, начиная с Ивана IV Грозного, была поставлена задача присвоить историю Киевской Руси, ее славное прошлое и создать официальную мифологию Российской империи. На это можно было бы не обращать внимания, если бы эта мифология не затрагивала коренных интересов Украины. Не была направлена на полное уничтожение Украины, ее истории, языка, культуры. Время показало, что российские имперские шовинисты делали и делают все возможное для реализации этой задачи. На протяжении веков, особенно с началом XVI века, людям внушали и внушают, что российское государство и российский народ берут начало от Великого княжества Киевского, что Киевская Русь – колыбель трех братских народов – русского, украинского и белорусского, что россияне по закону старшебратства имеют право на наследие Киевской Руси. Этой жалкой ложью до сих пор пользуется российская историография и государственные деятели России. Известно, что во время существования Киевской Руси о московском государстве не было ни одного упоминания. Известно, что московское княжество, как улус Золотой Орды, основано ханом Менгу-Тимуром только в 1277 году. К этому времени Киевская Русь уже существовала более 300 лет. Нет никаких фактов связи до 16 века Киевской Руси с финским этносом земли Максель. В то время, как в 988 году состоялось крещение государства Киевской Руси, финские племена земли Максель находились в полудиком состоянии. Как можно говорить о каком-то старшем брате, когда этот старший брат появился на свет несколько веков позднее русичей украинцу? Он не имеет никакого морального права называть себя старшим братом, диктовать человечеству правила существования, насаждать свою культуру, язык и мировосприятие. Известно, что к концу 15 века не существовало русского государства, не было старшего брата великорусского и русского народа, а была Суздальская земля, земля Максель, а позже Московское княжество, входившее в состав Золотой Орды, державы Чингизидов. С конца 13 до начала 18 века народ этой земли называли московитами, Поэтому московские историки обходят молчанием вопрос о своем национальном происхождении. Субтитры создавал DimaTorzok